В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Борисова. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. В Ленинском городском округе состоялся областной брифинг на тему социальной газификации. Я вот задал вопрос, мне ответили. То, что новые договора заключать не надо. Педагоги детских школ искусств представили свои работы на творческом вирнисаже. У меня три работы. Работы выполнены в смешанной технике. В Центральной библиотеке Ленинского городского округа прошла презентация книги «Великий фокусник природа». Благодаря, конечно, нашему поэту Евгению Зубову, его творчеству, все это засияло совершенно другими красками. В Ленинском городском округе состоялся областной брифинг на тему социальной газификации. Генеральный директор МОСО «Булгаз» Игорь Баранов рассказал о президентской программе и ответил на вопросы жителей муниципалитета. Какие темы поднимали гости встречи, расскажет Юлия Поготьян. В этом году более 50 населенных пунктов Ленинского городского округа газифицируют. Это стало возможным благодаря президентской программе. Силами МОСО «Булгаза» проводится газификация до границ земельных участков. У собственников же дело за малым – заключить с организацией комплексный договор на работы внутри участка и дома. Что все заключают в том, что первое – бесплатное подведение газа до границ участка и выполнение работы внутри участка. То есть это проектирование строительства газопрового внутри участка, это набор оборудования, это пуск газа, поставка газа и непосредственно техническое отсутствие. То есть, по сути, с точки зрения газификации, никаких больших договоров, включительно стоимость комплексного договора с работами и с оборудованием в Московской области – от 75 до 150 тысяч рублей. Несмотря на прозрачность процедуры, вопросы у собственников остаются. Для этого представители МОСО «Булгаза» регулярно проводят брифинги в различных муниципалитетах региона. На днях такая встреча состоялась в Видном. Генеральный директор организации Игорь Баранов рассказал гостям о программе и ответил на насущные вопросы. А их было немало. Мероприятие продлилось порядка двух часов. Телеканал 360 ввел прямую трансляцию. Итак, в Подмосковье 300 тысяч жителей попали в программу социальной газификации. Многие вопросы касались сроков проведения работ. Сейчас график составлен на первый квартал 2022 года. Туда вошли 10 населенных пунктов округа. Жители тех территорий, где газификация до границ участков уже проведена, могут смело заключать договоры, но при этом учитывать некоторые нюансы. Я 50 тысяч оплатил, больше не стал оплачивать, потому что работы никакие не ведутся. Я вот задал вопрос, мне ответили. То, что новые договора заключать не надо, старый договор действительный. И то, что как мне объяснили, то есть 50 процентов допустим оплачено, все. А 50 процентов уже когда вся работа будет сделана. Были среди вопросов и весьма интересные предложения. Так Наталья Каратеева и Ставовала выступила с инициативой обязать пенсионный фонд помогать пожилым людям в оплате работ по газификации. Нашим мамам выдают сертификат на рождение ребенка 1-й, 2-й. Я предложила выдать пенсионерам такой же сертификат, только на газ. Суммы для пенсионеров неподъемные. Ответы на оставшиеся вопросы жители могут получить на официальном сайте mosoblgas.ru и по телефону 8 800 175 75. Юлия Погосян, Александр Логинов, Ольга Садовская, ВиднетВ. И в продолжение темы. Согласно президентскому проекту, программа социальной газификации предполагает бесплатное подведение газа до границ частных домовладений. Для того, чтобы воспользоваться данной услугой, необходимо подать заявку на технологическое присоединение. Сделать это можно как через портал госуслуг, так и в мобильных офисах. Такие пункты работают в разных точках Московской области. Одним из мест на территории округа, где была организована работа мобильного офиса, стала деревня Дальние прудищи. Мы заключаем здесь заявление, заполняет человек, дальше передаем и связывается менеджер с ними. Приезжает уже на местный, сделает все расчеты, то есть до границ земельного участка бесплатно. Жители деревни отмечают, что благодаря мобильным офисам не нужно ехать в город Видное и тратить на это целый день. Здесь можно не только оформить услугу социальной газификации. Лариса Морозова пришла, чтобы составить договор технического обслуживания. У меня взяли все данные, дали телефон ответственного работника, который будет заниматься этим, и сказали, что в ближайшее время со мной свяжутся. График работы мобильных офисов публикуется на сайте Мособлгаза. Также информацию распределяют через социальные сети. В Центральной библиотеке Ленинского городского округа прошла презентация книги «Великий фокусник природа». С авторами сборника стали победители творческого конкурса, посвященного 80-летию нашего земляка, поэта Евгения Зубова. Наш корреспондент Галина Житкова побывала на церемонии награждения и полистала уникальные издания. Авторы 40 великолепных художественных работ стали победителями в номинациях «Рисунок и фотография». Причем это не только жители Ленинского городского округа, но и любители запечатлеть чудесные моменты из Серпухова, Луховиц и Жуковского. Всех объединила любовь к природе и поэзии Есенина, Видновского края. Благодаря, конечно, нашему поэту Евгению Зубову, его творчеству, все это засияло совершенно другими красками. Лучшие художники и фотографы, чьи работы вошли в сборник, получили дипломы и призы. Каждому соавтору досталось уникальное издание в подарок. Победители третьей конкурсной номинации чествовали в Союзе писателей чуть раньше. Но те, кто не смог участвовать, тоже вышли на сцену в Центральной библиотеке. Такой труд огромный создать такую книгу, которая послужит еще многие-многие годы не одному поколению. И хотелось бы, конечно, чтобы она была не последняя. Фотография Влада Чевелева напечатана на 83-й странице сборника. Победители в номинации «Реализм» больше всего любят запечатлеть на своих снимках животных, но и к красивым пейзажам не может остаться равнодушным. Один раз, когда мама попросила меня ее сфоткать, я просто посмотрела на фон, и мне показалось красиво, как чайки садятся на эту бухту. Жюри подвело итоги уникального конкурса. Фонды библиотек пополнились шикарным подарочным изданием. Ну а победители, просто участники, ждут новых заданий для творческого вдохновения. Галина Житкова, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. В Ленинском городском огруге проходит выставка под названием «Музыка души». На ней представлены творческие работы педагогов художественных отделений учреждений дополнительного образования. Наша съемочная группа встретилась с преподавателями Видновской детской школы искусств, которые стали участниками экспозиции. Вот уже шесть лет подряд в Ленинском городском округе проходит выставка картин преподавателей художественных отделений детских школ искусств муниципалитета. В этом году творческие работы педагогов украшают стены, дыши и поселка Развилка. Но основная часть произведений, представленных на экспозиции, принадлежит видновским живописцам. У меня три работы. Работы выполнены в смешанной технике. Гуашь и пастель масляная. В этом году я представила графику. До этого я выставляла классические работы в масло. В этом году мне захотелось графику свою показать. Мне тема близка портрета. Поэтому моя работа – это портрет моего сына. Он юный хоккеист. Я захотела его изобразить так, как я его часто вижу. Юлия Остраумова – постоянная участница выставки. Для очередной экспозиции выбрала несколько своих картин, выполненных в разных художественных стилях и техниках. У меня на выставке представлено больше семи работ. Они сделаны в различных техниках по исполнению. У меня все технические приемы, все, что я умею, все, что интересно мне, я все применяю в своей творческой жизни, в деятельности. А вот Юлия Королева выставляет свои работы на вернисаже впервые, так как совсем недавно присоединилась к коллективу Видновской школы искусств. Для создания своих пейзажей художник сменила кисти на стальной инструмент – мастихин. Что-то похожее на шпатель, наверное, художественная лопаточка разных форм, которые мы берем и пастозно наносим живопись на холст, создавая вот эти объемные фактурные формы. Особенно познавательная экспозиция для учащихся. Им всегда интересно посмотреть на работы своего наставника. Выставка «Музыка души» в Развилковской школе искусств продлится до 6 марта. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Борисова. До встречи!